Да вы в восторге! Да конечно вы счастливы! Вы знаете, что сейчас ваша история переплюнет историю любого из ваших друзей, и не важно, чем они там занимаются. Позвонят вам завтра и такие, надо было тебе с нами тусить. Мы пошли в бар, там была однорукая стриптизерша, она делала колесо, охренеть можно! А какой тупой хернёй ты занимался? Меня он по лом посмешил, пошёл ты, вы победили. Конечно вы рады, перед вами же лилипут. Люди радуются, когда видят лилипутов, сдержаться невозможно. Многие из вас не знают, кто я, не смотрели телешоу, в которых я снимался, но когда я выхожу на сцену, вы такие, это будет круто! Когда ты видишь лилипута, ты радуешься, это неизбежно, никто не увидел лилипута и не заорал. Настроение ко дну! Такого ещё не случалось! Вы видите вот это, улыбаетесь, смеётесь, вас ждёт парад и конфеты, вы рады до одури! И неважно, вас могут уволить с работы, вы узнаете, что жена сосёта другого мужика, но как только вы выйдете на улицу и увидите меня, вы сразу... Именно поэтому в этой стране мы не используем лилипутов, правильно? У нас обычная работа, мы не должны заниматься обыденной работой. Им стоит выдавать лилипутов раково-больным. Насколько же это было бы круто! Мне жаль, сэр, но мы нашли у вас рак. Блядь! Ну вот ваш карлик, заебись! Поначалу многим из вас эта шутка не понравилась. Но я договорил, и вы такие... Мы без сомнения поддержим такую благотворительность. Мы точно поддержим. Мы должны устроить марафон. Благотворительный марафон, да. А, они же карлики. Мы должны пробежать полмарафона, полмарафона. И это правда, я делаю людей счастливее. Я как-то раз выступал, и ко мне подошла женщина после шоу и сказала, Брэд, ты смешной, я главврач детской больницы. Я была бы так рада, если бы ты посетил нашу больницу. Развлек бы детишек, подарил им немного улыбок. Я сказал, конечно, это прекрасно. Чего уж там, вы знаете меня пару минут, и поняли, что мой материал идеален для... Ёбаных детей. Так что я согласился, я приехал в детскую больницу, Я сейчас ничего не преувеличиваю. Я вхожу в здание, ко мне подходит ребёнок, Кладёт мне руку на плечо и говорит, Не беспокойся, тебя здесь вылечат. Оказывается, больного ребёнка нельзя вырубить приёмом карате, это запрещено. Я приехал туда в субботу, в своё свободное время, А этот мелкий ублюдок собирается портить мне самооценку? И это повторялось и повторялось. Я хожу по больнице, везде бродят эти детишки. Та им бог здоровья. Они ходят, волочат за собой баллоны с кислородом, вот так. Потом они смотрели на меня и говорили, Слава богу, я не этим болен, вот был бы отстой. Но мне всё ясно. Я понимаю. Я прекрасно понимаю, почему люди радуются, когда видят лилипута. Прекрасно понимаю. Потому что когда я хожу по улице и вижу другого лилипута, Я тоже радуюсь. Я правда радуюсь. А когда вы видите двоих, вы вообще теряете голову. Божечки, их двое! Надеюсь, они покажут трюк. Очень на это надеюсь. Я правда радуюсь, когда вижу другого лилипута. Я не думаю об этом вот постоянно. Я не всегда про это помню. Я не хожу по улице, думая про себя. Я Карли, 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 Карли. Я знаю, что будь в вашей жизни функция записи, вы бы тут же отмотали всё на 30 секунд назад. Я Карли, 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 Карли. Я понимаю. Когда я встречаю другого лилипута, я радуюсь. Так вот, если этот лилипут мужчина, если я вижу лилипута мужского пола, я рад, но в то же время я знаю, я должен с ним сразиться. Я не хочу с ним драться, он не хочет драться со мной, но как только мы видим всем, и сразу понеслась. Возможно, лилипуты словно горцы. Выживет только один. Но если я иду по улице и вижу лилипута женщину, если я вижу лилипута женского пола, я восхищен, а вы замолкаете. Как только вы видите двух лилипутов рядом, вы сразу... Боже, чки! Да это же как National Geographic, но по-настоящему. Не говори ничего, ты его спугнёшь, у него брачный период. Возможно, вы думаете, что я на это обижусь. Я не обижусь. Я собираюсь трахнуть эту женщину лилипута, ясно? Когда дело доходит до лилипутских кисок, я словно пылесос, я ничего не упускаю. Это случится. Но Брэд, она же женщина, у неё есть выбор, что если она не хочет с тобой спать? Вы шутите? Я вхожу в топ-5 карликов шоу-бизнеса, она мне даст, понятно? Это случится, я в топ-5. Я не на первом месте, у меня нет мании величия, я знаю, где моё место в рейтинге. На первом месте Питер Динклейдж из Игры Престолов. Обожаю этого парня. На втором месте чувак по кличке Маленький Человек из Шоу Чудаки. Он крутой. Некоторые из вас его знают, но некоторые только сейчас поняли, что я не Маленький Человек из Шоу Чудаки. Вы тупицы. Третий это парень по имени Уоррик Дэвис. Он играл в фильме Уиллоу и сериале «Жизнь так коротка» на HBO. На четвёртом месте... Я! Ой, чего я на четвёртом месте, не так и плохо. А на пятом месте девушка... Чёрт, как же её зовут? Девушка-карлик, а... А, Джастин Бибер. Вот это горячая тёлка. Вот с ней бы я пошалил, она милая. Разумеется, это шутка. Но однажды я прочитал эту шутку в клубе, в Голливуде, Калифорния. Но я не знал, что Бибер тогда был в зале. И ему не понравилась эта шутка. Ему не понравилась. Он подошёл после выступления и такой... Эй, ты, сукин сына, ну быстро подошёл сюда. Было очень грубо говорить такие вещи с твоей стороны. Мне нравится, что это правдивая история. Нет, серьёзно, ведь мои шутки — это зачастую правдивые истории. Люди часто спрашивают, «Брэд, ты же коми, как ты пишешь свой материал?» Никак. Вот как я пишу шутки. Шаг один — быть карликом. Шаг два — ждать. Весёлые штуки просто с вами случатся. Я не знаю, когда. Не бывает такого, что «О, три часа, скоро случится забавное дерьмо». Всё не так, это происходит случайно. Например, недавно я съездил пообедать с мамой. Перед тем, как я продолжу, стоит сказать, что моя мама не лилипуд, как я. А мой папа — не карлик. Нет. Знаю, нам не обязательно быть из одного племени. Проезжая мимо, нельзя спрашивать, «А где живут лилипуды?» В грибочке с дверью. Моя мама водит, а я сижу на пассажирском кресле. Не в детском, отъебитесь. На нормальном кресле, большой мальчик. Моя мама едет за каким-то мужиком, а он пытается повернуть на улице с односторонним движением. Но он едет не в ту сторону, в которую идёт движение. Из-за этого образовалась пробка, люди бибикают, все начинают психовать. Моя мама прямо за ним, и она очень вежливая. Она воспитанная леди из южного городка Савана в Джорджии. И она ему говорит, «Прочу прощения, сэр, но боюсь, вы не можете совершать такой поворот на данном перекрёстке». Я знаю, слышишь такой акцент, и хочется лимонада сразу, да? А это моя мама, а этот парень смотрит на мою мать и говорит, «А почему бы тебе не заткнуться нахуй?» Да я за такое прикончу. Убью. Ты это моей маме? Это моя мама. Я люблю маму, она родила меня. Просто чтобы вы знали, рожать лилипута нелегко. Женщина не чихает, и мы не вылетаем оттуда. А врачи не стоят и не ловят тебя в перчатку, так не бывает. Нет, рожать карлика очень сложно. Когда я родился, моя голова была примерно такого же размера, как сейчас. Вы понимаете, что это значит, и моя мама никогда не жаловалась, ни разу. Вот папа постоянно на это жаловался. Он постоянно говорил мне что-то вроде, «Ты понимаешь, что это первая киска, которую ты порвал?» «И это моя мама. Она родила меня, я защищу её, я умру за неё». Так что я вышел из машины и начал орать на этого мужика. «Чё ты там вякнул? Какого хера? Иди сюда! Сюда, сукин сын! Давай, мудила!» Он выползает из машины, и я такой, «О, чёрт, это реально происходит». Возможно, это вас шокирует, люди, но... Я не умею драться. Не бывает UFC для карликов. А должно было бы быть UFC для карликов. Было бы круто, например, мы с маленьким человеком в бассейне с шариками в бой! А его нет. В общем, я не умею драться, а всё, что я знаю о драках, это то, что я выучил по видеоиграм в 90-е. Этот парень на меня бежит, и сработал какой-то странный инстинкт. Я посмотрел на него и сказал... Хадугин! Я просто сказал Хадугин! Я объясню для тех из вас, кто не знает, что это. В 90-е была игра, которая называлась Street Fighter 2. В игре было два персонажа, и они не просто били и пинали друг друга, Они могли прокричать Хадугин и выпустить фаербол из их рук. Фаербол! Наверное, полезная штука в драках. Бум-бац! Ай, накер, фаербол! Это работает! Я так и подумал, и просто закричал Хадугин! Вы думаете, что это я, поехавший, но это показывает нам, как мало люди знают про карликов. Я крикнул Хадугин, и этот парень... Увернулся и убежал. Просто взял и убежал! Вы понимаете, что это значит? Это значит, что в момент, когда я прокричал Хадугин, этот парень решил... Ну, он карлик, наверное, и фаербол может кинуть. После этого я был готов отдать все свои деньги, все до копейки, чтобы просто поприсутствовать, когда он будет рассказывать эту историю своим друзьям. Йоу, братан, сегодня такое было, не поверишь. Я наорал на телку, она психанула, открыла дверь машины. Из открытой двери на меня выбежал боевой карлик. И он начал херачить меня фаерболами. Мне пришлось защищаться и уворачиваться от них. А я даже не знал, что у них есть быловые карлики. Я глянул все эпизоды MTV Krips, и 50 Cent ни разу не говорил... Йоу, смотрите, у нас тут Мерседес, а в нем боевой, бля, карлик. Ни разу такого не было. И ты, возможно, ожидаешь этого от Мерседеса или БМВ. Но вот что я тебе скажу, основываясь на том, что я сегодня видел. Киа подняли планку. Я не знаю, когда веселые вещи произойдут. Обычные повседневные дела в любой момент могут стать безумными историями. Не так давно я обедал со своим лучшим другом, Адамом. Мы были в Макдональдсе. Знаю, я звезда шоу-бизнеса. Рядом с этим конкретным Макдональдсом была еще детская площадка для игр. Мы просто сидим с Адамом, разговариваем, и тут какой-то ребенок... Я не знаю, может, он подумал, что я полезный его район, или занял его территорию. Но он выбегает с площадки с шариками с бассейна в руках, видит меня и швыряет его в меня. Прямо в голову. По ней трудно промахнуться. Я вскакиваю. Какого? Вижу, что это ребенок. А мне плевать, у меня репутация, которую надо защитить. Я пошел на ребенка. Так вот, мой друг Адам, парень высокий. Но по сути он работает на меня. Так что он такой, ну ладно, похоже, сегодня мы бьем семилетних. На этой конкретной детской площадке, видимо, до этого произошел некий инцидент. Потому что там стоял охранник. И он видит Адама и говорит... Эй, тебе сюда нельзя, йоу! Потом смотрит на меня и такой... Да, проходи, все пучком! Я не обижаюсь, мне только что разрешили надрать задницу. Короче, я вбегаю на площадку, смотрю по сторонам, вижу того ребенка. Но остальные дети, которые играют на площадке, когда видят меня, начинают хлопать, кричать и радоваться. Я думаю, что за херня? И тут понимаю, что я новый маскот. Уже есть похититель бургеров, Рональд Макдональд, а теперь еще и Макнаггетсовый карлик. Вот вам всем дождя с кисло-сладкого соуса. Они все хлопают, но я вижу того пацана, а он видит меня. Мы встретились взглядами. Он поворачивается и залезает на горку. Теперь он в трубах, думая, что там он в безопасности. Тупой же ты, Мудила. Ты не в сохранности в тех трубах. Мой рост 132 сантиметра, я в этих трубах бегать могу. В этих трубах я Супер Марио, у которого звезда. Так что я вбегаю в трубу, вижу пацана, подбегаю к нему. Хватаю его и начинаю тянуть за его детские ботиночки Страйт Райт. Тащу его. Да, я знаю детскую обувь. Страйт Райт, я сам иногда ее ношу. Не всегда. Иногда мне нужны сексуальные ботинки, как вот эти сегодня. Они классные. Я не всегда их ношу, понимаете? Когда вы выступаете, а в вашей обуви херачат лампочки, это не сексуально. И вот я кричу на пацана, зачем ты швырнул в меня шарик? Так делать мне хорошо. И пока я на него ору, сзади ко мне подходит его отец, и он злой. Я не замечая отца, продолжаю орать на пацана. Но Адам, мой друг, видит отца и делает то, что сделал бы настоящий друг. Давай посмотрим, что будет. Папочка подходит, резко берет меня за плечо, разворачивает меня, видит мое лицо и говорит «Такого я не ожидал». Отчего ты ждал? Наверное, он подумал, что я ребенок, а потом повернул, увидел мою бороду и такой «Такого я не ожидал». В смысле, мне 30, ты не должен говорить такие вещи другому мужчине. Это уместно, когда ты с телкой целуешься, стягиваешь мне юбку, а там член. «Такого я не ожидал». Так что теперь папаша в странной ситуации. Он смотрит на меня, смотрит на своего сына, на меня, на сына и говорит «Ничем не могу помочь, пацан». И просто уходит. И тогда я понял, что победил. Мне это сошло с рук. Этот папаша хотел меня ударить, очень хотел, но карлика бить нельзя. Ударить карлика – это преступление на почве ненависти. Мне это сошло с рук. Это лучшее в жизни лилипута. Лучшее то, что всякое может сходить тебе с рук. Мне постоянно прощают какие-то вещи, потому что я миленький. Когда ты очаровательный, можно делать всякое. Я могу красть, все нормально. Правда, я недавно был в супермаркете с другом. Он взял меня на слабо, сказал, что нужно что-то украсть. Когда друг бросает вызов, это надо делать. Я пошел к стенду с печеньем, взял целую кучу киблеров, закинул на плечо и просто ушел из магазина. Вдруг меня замечает 17-летний продавец и спрашивает, «Простите, сэр, вы собираетесь за них платить?» А я на полном серьезе отвечаю, «Нет, бро, моя семья их делает, все нормально». Он меня отпустил! Просто отпустил! Конечно, он меня отпустил. Наверняка он решил. Ну да, у него контроль качества, не стоит его останавливать. Со мной такое происходит постоянно. Это происходит и в обычной жизни, и на выступлениях. Я выступал не так давно, и пришла компания из четырех женщин. И одна из них страдала от заболевания, которое называется ахондрофобия. Для тех из вас, кто не знает, что это, это боязнь лилипутов. И это дерьмо существует. Правда, и это не так. Ой, какой-то он стрёмный. Это скорее, «Чё это за хуя?» Полный бред. Но вот что самое главное. Эти три подруги привели ту женщину на мое шоу, уселись в первом ряду, и все они знали, что у неё ахондрофобия. И просто сидели и такие, «Это будет так забавно!» Я совсем не против шуток. Я люблю хорошие розыгрыши. Только предупредите меня, ладно? Просто твит отправьте или письмо на электронную почту. Что-нибудь, чтобы я знал, что произойдёт. Если бы я знал, что эта женщина боится лилипутов, я бы просто выбежал на сцену в шлеме викинга. Но я не знал. Я вышел на сцену, собираясь выступать, как обычно. Я начал тянуться к микрофону. Я даже не успел дотронуться до микрофона, как эта женщина вскочила и на глазах у всех заорала. Господи Иисусе! И помните, я не знаю, почему она это сделала. Я пытаюсь выступать, а женщина орёт, «Господи Иисусе!» Я начинаю смотреть по сторонам. Тут что, Тим Тибоу? Так что я начал её успокаивать. Дорогуша, что с тобой не так? Я боюсь лилипутов. Ладно. Во-первых, пошла ты. Да как можно бояться? Каким боком вообще можно бояться лилипутов? Эта херня не заразна. Я не могу внезапно подбежать, укусить тебя за колено. О, я таю! Так не бывает. Так что я спросил её. Сказал, «Почему ты боишься лилипутов?» Теперь я скажу, что она ответила. И поймите, это сказала она. Не я это придумал. Я не пришёл домой и не начал писать эту шутку. О, я думаю, это будет очень смешно. Мне это смешно, мне кажется. Но так всё и было. «Почему ты боишься лилипутов?» Она отвечает, «Каждый раз, когда я вижу лилипута, я уверена, что он меня изнасилует». Какого хуя? Это случилось на комедийном шоу. Комедийное шоу. А те три подруги смотрят на меня и такие, «Ну ты ведь сможешь отшутиться?» «Да не смогу я от такого отшутиться!» Чем на такое можно ответить? Ты не в моём вкусе. Издеваетесь? Я смотрю на эту женщину, понимая, что это щекотливая ситуация, и я говорю, «Дорогая, я понимаю, то, что ты сейчас назвала, это самое ужасное, что может произойти с человеком. Но ты должна понимать, что то, что ты сейчас сказала, невозможно. Хорошо? Невозможно. Это не может случиться. Не бывает карликовых изнасилований, окей? Этого не существует. Дамы, если вы сейчас в зале, и вы так же, как та женщина, боитесь быть изнасилованной лилипутом, знайте, что есть одно движение, всего одно движение, которое предотвратит все формы такого изнасилования. Оно работает в 100% случаев. И вот оно. Кто-то ожидает следующего движения, но это все. Ладонь, лоб, бам. Теперь я могу только махать. Ух ты, Брэд, с ума сойти ты встретил одного человека с ахандрофобией? Нет. Я встречал немало людей с этой фобией. Обычно не делаю, что странно. Я даже встретил одну знаменитость с этой болезнью. Не бойтесь, я расскажу, кто это. Джон Стеймос. Да, тот самый Джон Стеймос. У него ахандрофобия. Я этого не знал, пока не выступил вместе с Бобом Сагетом, его партнером по сериалу «Полный дом». Я выступал с ним на благотворительном концерте. Сагет приехал с Джоном Стеймосом и Дэйвом Кулером. Они до сих пор друзья, что прекрасно. Я сижу в своей гримерке, и тут ко мне врывается Сагет со словами. Брэд, ты обязан познакомиться с Джоном Стеймосом. А я сижу такой, конечно, я ведь обожаю сериал «Полный дом». Дядя Джесси, группа Джесси and the Reapers, фирменная фраза «Господи, помилуй». Я с радостью познакомлюсь с ним. А он мне, Брэд, ты не понял, Стеймос до жути боится лилипутов. Тогда я знаю, что должен делать, Боб Сагет. Мы начали действовать по плану. Сагет побежал в гримерку и начал говорить со Стеймосом, чтобы отвлечь его. Как только Стеймос оборачивается, я понимаю. Мой ход. Я вбегаю, вижу Стеймоса, подбегаю к его ноге и начинаю ее трахать. И это не смешное потрахивание. Я с ненавистью ебу его ногу. И вот что я вам скажу, запомните это. Джон Стеймос визжит, как сучка. Да, он посмотрел вниз, увидел меня. У него паника. Он начал трясти ногой вот так. Начал трясти ногой, будто я озабоченный кокер-спаниель. Но меня так не сбросить. У меня руки как лапы, так что если я вцепился, то я, бля, вцепился. В общем-то, я катаюсь на его ноге, как будто это вышедший из-под контроля пожарный рукав. Мужик, это Родео, и я продержался уже 8 секунд. Пока это все происходит, Сагет валяется на полу от смеха. И потом случилось то, что я не смог бы выдумать, дайте вы мне хоть тысячу возможностей. Дэйв Куллер входит в гримерку. Видит, как я трахаю ногу Стеймоса. И ни на секунду не замешкавшись, говорит. Эй, Брэд, давай завязывай. Завязывай. Теперь и помереть можно. И это моя жизнь. С ума сойти можно. Такие вещи случаются и здесь, и когда я путешествую. Кое-что произошло, когда я недавно съездил в Бразилию на Кубок Мира. Это был восхитительно, уникальный опыт. Но вот что я вам теперь скажу. В Бразилии страшно. Там страшно. Я-то думал, что там только... А вот и нет, там страшно. Черные парни из Детройда такие, не, бля, не поеду ни в какую Бразилию. Я этого и не знал, пока не подал заявление на получение визы в Бразилию. Там мне выдали брошюру. Брошюра гласила, пять простых шагов, чтобы выжить в Бразилии. Так не делают, когда ты собираешься в Италию. Там всего один шаг. Убедитесь, что вы в шлеме когда на скутере. Чао. И все. Но не в Бразилии. Шаг один. Убедитесь, что у вас всегда с собой есть поддельный кошелек и телефон на случай, когда вас ограбят. Ключевое слово здесь «когда». Не если вас ограбят, а когда это случится. Шаг два. Смешайтесь с толпой. Смешайтесь с толпой. Постарайтесь никак не выделяться. Да как вы себе это представляете? Такое не смешивается. Я самый большой в мире брелок. Вы понимаете? Я могу смешаться с толпой. Я могу смешаться с толпой, только если я выйду из самолета, а там 500 таких же, как я, и все они... Только так. Так что я полетел в Бразилию. И меня ограбили. Да? Нет, правда ограбили. Меня ограбили после матча США-Германия. Да, я посмотрел матч, подхожу к углу. Мои друзья говорят, Брэд, мы пойдем поймаем такси, а ты жди здесь, мы подъедем. Меня все устраивает. И как гром среди ясного неба, что-то длинное и твердое втыкается мне в бок. И поначалу я такой, ум, я кому-то нравлюсь. Но я поворачиваю голову, и нет, это ствол, ствол, и на меня орут. Кошелек, телефон, сейчас! Но тут я вспомнил. Я читал буклет. У меня есть ложный телефон и ложный кошелек. Я рад тому, что меня грабят. Господи, я же к этому готовился. Я протягиваю ему телефон и бумажник, он берет и убегает. Мои друзья видят, что произошло, и подходят ко мне обеспокоены. Брэд, все нормально, мы видели, что произошло. А я все время смеюсь. Брэд, ты чего смеешься? Я же читал брошюру. Я дал ему ложный телефон и бумажник. И за три дня до приезда в Бразилию мне было очень скучно. Так что я взял тот телефон и сделал 38 фотографий своего члена. Сделал. Мне было скучно, но я щелк, 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 щелк. Щелк. По дороге домой этот парень такой... Отжал мобилу, отжал мобилу. Че за хуйня? Почему у Карлика член больше моего? Америка. Колесить по миру весело. Очень весело. Мне повезло, моя работа позволяет мне срабатывать этим на жизнь. Я могу выступать. И самое стоящее время в моей жизни было не так давно. Мне дали возможность выступить на Ближнем Востоке перед солдатами. Они лучшие. Солдаты это лучшая публика. Им плевать на политкорректность. Они просто хотят посмеяться. Они хотят, чтобы ты был честен. И у них должно быть хорошее чувство юмора. Если ты занимаешься такой серьезной работой, без чувства юмора никуда. Я схожу с самолета С-130 в Афганистане. Меня встречают пять солдат. Они подходят ко мне. Мистер Уильямс, мы так рады, что вы здесь. Да, бля. Хотите посмеяться, да? Нет, вы просто карлик, и мы хотим делать с вами смешную херню. Ну да. Может быть, за день до этого было некое собрание. Их командующий такой. Завтра на базу прибывает карлик. У нас есть идеи для смешной херни. Хендерсон, что у тебя? У нас есть большие пушки. Отличная идея, Хендерсон. Я спрашиваю у них, мол, ребят, а что забавного вы бы хотели сделать? Они мне, мы бы хотели прокатить вас на вертолете «Черный ястреб». Да. Всеми руками за. Я рассказывал друзьям, и они мне, «Брэд, а ты не боялся?» Нет. Поймите, кто я и какую я жизнь прожил. Когда я иду в парк развлечений с «Х-флакс», я не могу кататься на половине их штуковин. А теперь правительство США мне говорит, «Видишь эту машину смерти? Хочешь на ней прокатиться?» Рокс, я в деле. Так что мы пошли летать на вертолете «Черный ястреб». Перед полетом на тебя должны надеть специальные вещи, просто так не пустят. Нужно надеть шлем и жилет. И как оказалось, в армии не так-то много карликов. Ошко ж не выпускает такие жилеты и шлемы. Нет, не выпускают. Сначала парень приносит мне шлем. Так как я лилипуд, он подумал, что у меня маленькая голова. Нет. У меня не крошечная головка, а здоровая сука-башка. У меня не сны, а фильмы, понятно? Они притащили маленький такой шлем. Натягивает его на голову, не лезет. Еще раз, не лезет. Им пришлось взять удлиняющий ремешок на подбородок и застегивать его все дальше и дальше. Теперь подбородок уместился, но это не меняет размер шлема, он все еще на макушке моей головы. Не защищая ни хуя. Это уже не шлем, а боевая ермолка. А я думаю, отлично, я в стране, где полно злых мусульман, а меня нарядили как еврейского командоса. Все будет супер. Спасибо умным людям, которые посмеялись над этой шуткой. Некоторые поняли, но остальные... Погодите, а евреи и мусульманы что, не ладят? Убейте себя. Закончите все, вы никому не нужны. В итоге шлем как-то натянули. Теперь несут жилет. И на любом из вас жилет был бы жилетом. На мне же это было пуля непробивное платьице. Он мне был ниже колен. Ниже колен. Мне приказали бежать в вертолет. Да, побегу к вертолету. Буду как плохой парень. И круто, я не выглядел. Был похож на ебаного пингвина. Потому что бегал вот так все время. 90 метров. 90 метров такого бега. И все, чего мне не хватало, это голоса Моргана Фримена за кадром. Мы можем наблюдать, как деби-путы движутся к вертолету черный ястреб. Пока я бежал, я оступился и упал на середине. Знаю, при желании я бы мог закончить шутку прямо сейчас. Корлик упал. Уморительно. Пока я лежу, солдат кричит мне. Мистер Уильямс, вы должны встать. Эта зона окружена снайперами. Если вы будете лежать, один из них вас снимет. Мне не страшно. Нет. Не боюсь снайперов. По двум причинам. Во-первых, в такое попасть почти невозможно. Во-вторых, ты даже выстрелить не сможешь. Представьте себе, ты снайпер, который несколько дней сидит в горах. Высматриваешь врага, как вдруг внезапно натыкаешься на меня. Где американец? Я убиваю американца. Где американец? Где, 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 где американец? Ахмед, быстро физдуй сюда, Ахмед. Ахмед, тащи свою жопу сюда, Ахмед. Ты даже не представляешь, на что я сейчас смотрю. Ты не представляешь. Если бы я сейчас словами описывал то, что я вижу, я бы смог обвязать это только как... Как счастье. Я вижу счастье. Когда я умеру, нахер тех 72 девственниц, я хочу одного такого. Я встал и дошел до вертолета. Черные ястребы примерно вот такие высотой. В него я залезть не смогу, а на мне еще и жилет в платье. Я смотрю на солдата и говорю, бро, поможешь мне? Он отвечает, конечно. Тянет рычаг и вылетает маленькая ступенька пониже. Супер. Только вот эта ступенька была где-то вот здесь. Все равно залезть не могу. Мне пришлось попросить этого солдата сделать то, что я, будучи лилипутом, клялся никогда не делать. Никогда. Я смотрю и говорю ему, бро, слушай. Тебе нужно будет меня подкинуть. И на его лице была такая улыбка. Для этого я в армию и шел. Он берет меня. Он мог бы просто меня закинуть и все. Но нет, ему надо было насладиться. Он хватает меня и такой. Раз. Два. Говнюк. Наконец-то он взял меня, забросил. Я залез внутрь, сел, пристегнулся. Я готов. Но, перед началом полета, к нам поворачивается пилот. У него для нас речь. И вот эта речь, которую я слышу перед своим первым полетом на вертолете в Афганистане. Он сказал, «Мистер Вильямс, это военно-воздушная база Баграм, Афганистан. Здесь случается разное дерьмо. Мы не думаем, что оно произойдет, но оно может произойти, и нам нужно подготовить вас к такой ситуации». Порой случается вот что. По данным вертолетам стреляют из так называемых РПГ, ручных противотанковых гранатометов. Вам они известны как базуки. Если такое случится, вы услышите слова «Граната, ложись», после чего наш пулемет начнет ответный огонь. Если вы услышите стрельбу нашего оружия, это уже не симуляция. Это реальная военная ситуация с реальными последствиями. Мы будем сохранять вашу жизнь. Мы начнем маневры, а вы примите позу эмбриона. С вами все будет в порядке. Я перестал вас слушать после слова «Базука». Теперь я напуган. Я в ужасе. Но я не могу показывать страх. Я в вертолете с крутыми морпехами 18 и 19 лет. Не могу я в свои 30 быть. Не думаю, что это хорошая идея. Так нельзя. Так что, Брэд, заткнись. И успокойся. Хорошо, что у меня был такой подход. Мы взлетели, и, боже, как это было весело. Мы начали летать над базой, солдаты описывали мне ее, рассказывали назначение зданий. Я отмачивал шуточки, они смеялись. Мы шикарно проводили время. Потом мы вылетели за пределы базы. А знаете, что происходит, когда черный ястреб вылетает за пределы базы? Нужно испытать стрельбой бортовой пулемет, чтобы убедиться, что он работает. Да. Вот только они мне этого не сказали. Неа. Они сказали, если услышишь стрельбу, прощайся с жизнью. Вот что я слышал. Короче, мы вылетаем за пределы базы, и тут внезапно... Огонь! Там на вертолете у меня впервые пришли месячные. Я поискал вокруг, может быть, тампон и кодекс выпускают в камуфляжной расцветке. У меня случилась протечка. Было весело. Очень весело. Я узнал много всего нового. Я думал, у нас там только американские войска. Это не так. Там много солдат со всего мира, и я смог познакомиться и поговорить с этими смелыми мужчинами и женщинами. И, боже, дамы, теперь я понимаю вас, когда вы говорите, что любите акценты, потому что... Ага. Я говорил с одним британским солдатом около часа. И я пялился на него такой, не говори, не спроси. И у него был тот сексуальный британский акцент, тот самый акцент Южного Лондона, как у Джейсона Стэтхэма. Боже, дамы, вы можете хоть сейчас быть на свидании, но если какой-то парень постучит вас по плечу и скажет... Эй, детка, я смотрел на тебя с другого конца зала, и я подумал, какая же красивая девушка. Я вот что скажу, у меня рядом стоит BMW 325, мы можем съездить на свидание, я свожу тебя туда и обратно за полчаса, поэтому я перевозчик, детка. И, кстати... Парни, я только что предварительно прогрел все печки в зале, не за что. Это сексуальный акцент. Но не надо думать, что если у вас акцент, это автоматически становится сексуальным. Здесь своя иерархия. Британский, вот здесь, австралийский, пониже, индийский. Не то же самое. Дамы, у вас не будет той же реакции, если вы обернетесь, а там... Прошу прощения, мой маленький нежный цветочек пустыни. Я смотрел на тебя с другого конца зала, и позволь сказать ей так изысканно и красиво, что если бы ты била в моей стране, ты била бы священные коровы. Я бы делал с тобой плохие вещи, о, да. Будь моя воля, я бы отвез тебя домой, раздлинул твои ноги и съел бы тебя, как карри. Что, я не могу говорить пошлости только потому, что я индус? Я тебе вот что скажу. Я ещё как могу говорить пошлости? Я буду говорить вульгарные вещи? Я хочу нагнуть тебя, схватить твои волосы и прощептать что-то нежное на ушко. Кто твой сотрудник обонинской службы? Кто твой сотрудник обонинской службы? Ты хочешь, чтобы я перевёл тебя в режим ожидания? Я переведу тебя! Хорошо ещё то, что в конце он может сказать «Спасибо, приходите ещё!» Это весело! Я обожаю свою работу. Я могу зарабатывать этим, могу путешествовать. Путешествовать классно. И не поймите неправильно, иногда это сложно. Приходится оставлять семью. Я сейчас ненавижу уезжать от семьи. Потому что два месяца назад я впервые стал дядей. Я-то ничего не сделал. Моя сестра родила здорового мальчика. Его имя Лиам. Я видел её беременную все девять месяцев. Но как-то не думал об этом, пока он не родился. Но тут мой зять заходит с Лиамом. Смотрит на меня и говорит «Поздравляю, ты теперь дядя Брэд!» И даёт мне Лиама на руки. Я на него смотрю. Я не знал, что такое любовь. Понятия не имел. А теперь я пялись на него и говорю «Так вот что это. Я люблю тебя. Я люблю тебя безоговорочно. Без предрассудков. И ты абсолютно ничего не сделал, чтобы заслужить эту любовь». Ничего. В резюме твоей жизни написано «Посрал один раз, и всё». Но я тебя люблю. И в эту секунду я осознаю самое сильное чувство в человеческой природе. И тут папа орёт с другого конца комнаты. Ты же понимаешь, что он будет носить твои вещи недельки через две? Мой папа забавный, да? Семья смеётся, мама плачет. Она впервые стала бабушкой. Она подходит ко мне и говорит, «Брэд, а когда ты ребёнка заведёшь?» «Когда, сынок?» «Ты был бы прекрасным отцом. Ты был бы отличным кормильцем в семье. Ты обязательно должен завести ребёнка. А я не хочу. Не хочу детей. Если вы хотите детей, пожалуйста, рожайте, пытайтесь. Молодцы! Это лучшее, что вы сделаете в жизни. Поймите правильно, я не хочу детей, потому что если у меня родится ребёнок, он будет высоким с 75% вероятностью. Я не хочу ничего, что к трёхлетнему возрасту может меня нахуй убить. Как вообще воспитывать такого ребёнка? А ну в угол! Сам пошёл в угол, папа! А я такой, «Ты прав, сынок, не стоило этого тебе говорить, я не прав». Я не готов. Я вижу, через что проходит моя сестра, я к такому не готов. Она не спит. Совсем. Она тратит много денег. Ей пришлось переделать дом. Ей пришлось проделать ужасные вещи со своим домом. Ей пришлось поставить детские барьеры. Нахуй детские барьеры. Да пошли они, ненавижу детские барьеры. Вы же знаете, что такое детские барьеры, да? В доме есть комната, и вы не хотите, чтобы туда ходил ребёнок, так что вы ставите детский барьер, и он не может туда зайти. Отлично, только карлики, сука, тоже не могут зайти в эту комнату. И да, это работает. Я знаю, потому что детский барьер обламывал мне секс. Серьёзно. Я приехал к женщине, у неё был ребёнок, и вот эти барьеры. Она высокая, сделала такой шаг, и всё. Она там. А я застрял на другой стороне, словно я мексиканец на границе. Что происходит? Почему? Мне тогда так и не дали. Ни одна женщина не захочет со мной спать, если посмотрит в коридор и увидит... Я рассказывал об этом друзьям, а они мне... Брэд, ты же комик, у тебя должна быть ответная фраза. Какая-нибудь остроумная фраза для каждой ситуации. Да чем тут ответишь, когда твой пыл усмиряет детский барьер? Чё тут говорить? Я же не могу посмотреть на неё и такой... Поднимай! Никто ещё не поднимал своего кавалера со словами... Кто меня сегодня хорошо отжарит, ты? Да, о да. Так мне не дали в тот раз. Но не надо. Не надо меня жалеть. Не надо тут сидеть и... Брэду не дали. Я вас умоляю. У меня всё нормально. Так вот, я понимаю, что это не то, о чём женщины обычно мечтают, и это не привлекательно. Я знаю. Но я реалист. Мне не нужны те женщины. Я хочу тех, которые пришли сегодня на моё шоу, сели, увидели, как я выбегаю на сцену и такие... Разок перед смертью. Вот что мне нужно. Именно это. Этого я и хочу. И, кстати, если вы одна из тех женщин, то... О, вы сделали правильный выбор. Просто отличный выбор. Каждая женщина должна хоть раз в жизни перепихнуться с карликом. Побалуйте себя разок, хорошо? Побалуйте. Потому что мы можем делать то, что не под силу этим высоким мужикам. Сразу стало тихо. Все женщины такие... Боже, что же вы умеете? Дамы, я сейчас вам всё объясню. Вы не жили, если у вас никогда не трахал раком лилипут. Гораздо лучше, чем с высоким парнем. Я знаю, что они делают. Высокие парни становятся на колени в атаке и начинают с таких движений. Вначале они крутые, начинают как чемпионы. И это длится целых... 9 секунд. Окей, около 9. И тут правая нога начинает немного болеть. Бедро начинает затекать. Начинаешь терять напор, я-то знаю. И каждый парень делает следующее движение. Выкидывает одну ногу вперёд, вот так. Тут женщина начинает радоваться. О боже мой, пробует новую позу. Это, сука, спазм, а не новая поза. Вот что происходит, когда вы занимаетесь сексом по-собачьим. Когда я это делаю, я не устаю. Ведь я стою, дамы и господа. И я в постели, агрессивен. Агрессивен, сука. Смотрите, моя правая рука тут же сжалась в кулак. Инстинктивно. Знаете почему? Потому что, когда я трахаю раком, я дёргаю за волосы. Ясно? И я в этом хорош. Многие парни делают это неправильно. Вы берёте кончики волос. Какого хера вы дёргаете кончики волос? Ей больно, прекратите. Хотите знать, как делать правильно? Слушайте сюда. Руку возьмите вот так. Пальцы раздвиньте. И ведите руку по голове женщины вот так. Вверх по голове женщины. И дойдя вот до сюда, у вас в руке все волосы. И делайте, что хотите. Женщинам нравится. Только если вы не трахаете чёрную женщину, тогда не тяните её за волосы. Волосы чёрной женщины трогать нельзя. Она тебя порежет, ясно? Видите, народ, вы чему-то научились сегодня. Мы общаемся. И это важно. Именно этого многие люди не делают в отношениях. Они не общаются. Нужно уметь общаться. Говорите, сообщайте нам, чего вы хотите, дамы. Говорите своим мужчинам, что именно нам нужно делать, чтобы порадовать вас. Именно то, что нам нужно делать. В деталях. Не смотрите на свою киску, как на кубик Рубика. Реши-ка это, ёбарь. Хватит. Не поймите неправильно. Я знаю, почему вы так делаете. Вам ведь кажется, что вас легко удовлетворить. Вам же очень легко удовлетворить мужчину. Каждый мужик хочет одного и того же. И неважно, где вы. Можно уехать далеко на юг. Знаешь, что я бы не отказался от меня-то? Можете поехать в Канетикот. Боже, сейчас бы я не отказался от меня-то. Тоже дерьмо. Вас хоть в Африку свози, а там... Одно и то же. Это легко. Секс с мужиком это как зайти в Икею с ключом-шестигранником. Боже, да он же ко всему подходит. Говорите. Я это говорю, но вот много женщин отвечают следующим. Нет-нет, Брэд, я не могу сказать своему мужчине, чего именно я хочу. Если я скажу своему мужчине, чего я на самом деле хочу в постели... Я его напугаю. Попробуй, блядь. Попробуй напугать мужика, попробуй. Расскажешь, как прошло. Нет-нет-нет, мой мужчина не такой извращенный. Хуйня на постном масле. Пиздежит, а про то, что твой мужчина не такой извращенный. Вы так думаете просто потому, что он не показывает свою извращенную сторону? Потому что вы не такие извращенные. Поймите, дамочки, и я скажу это один раз. Ваш мужчина извращенный за столько, насколько он думает, ему разрешено быть извращенным. И всё. Мы знаем. Мы знаем, что у вас есть своя граница извращенности. Мы доходим до вашей границы извращенности и там и останавливаемся. И вот, время от времени мы будем пританцовывать на этой границе. Мы не перепрыгиваем её, а просто пританцовываем. Ничего безумного или сверхъестественного. Что-то простое, например, во время Доггистайла думаешь себе, ну попробуй, у меня же день рождения. Ничего такого просто. Кстати, если вы знаете, что я только что сделал, я вас люблю. Я сделал это на выступлении, и женщина крикнула, это называется водитель автобуса. Я использую большой палец, а её мужик что? Брэд, ты не понимаешь, мой не такой извращенный. Ладно. Попробуйте вот что. Как-то вечером подойдите к нему и скажите. Эй, дорогой, сегодня всё для тебя. Я сделаю всё, что хочешь. Я не буду возражать, не скажу нет. Я не буду соглашаться, а потом хранить в себе обиды на тебя, которые упомянув в ссоре, что случится у нас через 6-8 месяцев сегодняшнего дня. Я запланировала. Нет. Чего бы ты ни захотел, я сделаю. Сегодня я твоя. Дама, если вы когда-нибудь решите сказать такой мужчине, захватите шлем. Этой ночью будет безумие, понятно? Будут плётки, будут цепи. В какой-то момент откроется дверь шкафа, и оттуда выбегу я. Так, ну чё, я здесь, давай помогу. Мы извращенцы, ясно? Кое-что под названием «Дьявольский тройничок» существует не просто так. Вы чё-то притихли, не знаете, что такое «Дьявольский тройничок», да? Ну ладно, ладно, я объясню. Обычный тройничок — это две женщины и один мужчина. Это дар божий. Дьявольский — это два парня и одна женщина. Парочка шлю в зале, отлично. Вы не против, замечательно. Но вот в чём дело, я вас не осуждаю, нет. Просто многие женщины говорят, «О, да, мой мужчина хотел бы попробовать, он бы хотел дьявольский тройничок». Да, конечно, нет, не хотел он этого. Никто такого не хочет. Никто, трахая роскошную женщину, не подумал. А знаете, чё, сделал бы этот секс лучше? Больше хуёв! Дамы, мы делаем это только, чтобы ублажить вас. Я это знаю, потому что я участвовал в «Дьявольском тройничке». Да не бойтесь, я всё расскажу. Как-то я сидел в баре с другом. Мы просто выпивали. Мы обернулись и увидели роскошную женщину, которая сидит одна. И парни подтвердят, роскошные женщины не сидят просто сами по себе. «Боже, нам надо с ней заговорить, один из нас должен её завоевать». Мы оба подошли к ней и начали общаться. И где-то через полчаса она говорит, «Боже, я беру вас обоих». А мы оба посмотрели на неё и такие, «Зачем?» И она сказала, «Это потому что я давно мечтала о том, чтобы два мужчины сделали из меня лондонский мост». Мой друг ростом 175 сантиметров. Это скорее получится пизанская башня. Она такая, «Мне плевать, поехали». Я смотрю на друга и говорю, «Слушай, она сексуальная, и мы это сделаем. Мы сделаем это один раз, и никогда не будем об этом говорить, ни друг с другом, ни с кем-то ещё». И мы поехали к ней. Для групповухи в два с половиной человека. Я подожду. И, мужики, важно понимать, что в этом есть правила. У дьявольского тройничка есть правила, и их нужно придерживаться. Правило номер один – вы смотрите только вниз. Вниз и только. Смотрите на своё и на неё. Больше ни на что. Не стоит поднимать взгляд и… «У меня оргазм, и я смотрю в глаза лучшему другу». Так нельзя. Правило два – выберите, в какую сторону вы будете меняться. В какой-то момент вы захотите поменяться позициями. Решите как – по часовой стрелке или против часовой. Как вы сделаете? Мы с другом не решили, в какую сторону будем меняться. И тут внезапно мы начинаем менять позу и идти в одну сторону. Его рост – 175. Мой – 132. Кое-что находится на одном уровне с кое-чем другим. Я не следил, и вот внезапно я в фильме про Эдиану Джонса и убегаю от валуна. «Что за хер?» Так вот. Женщина на четвереньках. Я бегу сюда, задевая её. Отлетаю. Мой друг не обратил внимания и... Будто маляр кистью провёл. Но. Сдался ли я? Нет. Я не прекратил. Дамы, мне плевать. У меня в постели всего одно правило. Одно правило. Я не кончу, пока вы не кончите. Это моё правило. И плевать, пусть я выгляжу хоть как в сцене боя из фильма «Храброе сердце», мне всё равно. Я рассказывал это друзьям, а они мне... Не знаю, брат, он звучит как-то по-гейски. Теперь слушайте. Мы все хоть немножко геи, понятно? Совсем немножко. Кто-то больше других, и это нормально. Но не надо мне тут... Нет, брат, я вообще не гей. Серьёзно? Ты никогда не смотрел на майку с вырезами, не думал, по-моему, это неплохо смотрится? Та ещё голубизна, ясно? Та ещё голубизна. Можно быть хоть самым гетеросексуальным мужиком в мире. Но когда ты видишь стыящий хер в сантиметре от своего лица, в голове появляется голос, который говорит... Отсосать? Я этого не сделал, я не стал делать. Но когда он проходил мимо, я такой... А я знаю, что с этим надо делать. Мы учимся, народ. Учимся. Вы что-то узнали сегодня от комика. Вы можете узнать что-то из интернета, из видеоигр. Можно учиться чему-то. Ясно? Дамы, я хочу, чтобы ваш мужчина был лучше для вас. А чтобы он стал лучше, вам надо понять, как мужчины учатся. Как они становятся лучше. Нас не учат придирки, нет. Вы нас пилите, всё влетает в одно ухо, а вылетает из другого. Это не работает. Дамы, поймите, вашими мужчинами движет стимул. Награда. Нам нравится, что если мы что-то сделаем, мы что-то получим взамен. Так мы устроены. Посмотрите на студенческий американский футбол. Там не платят игрокам. И вот что делают многие команды. Если игрок сделал что-то хорошее, он отходит к боковой линии, где тренер хуярит ему на шлем стикер и показывает всему миру, что он сделал что-то правильно. Идеально. Дамы, если вы хотите отменный секс, вам нужно хранить кучу стикеров на прикроватной тумбочке. Кучу. И пусть будут разноцветные, в зависимости от того, насколько хорошо мужик работает. Золотую, серебряную, бронзовую. Голубенькую с надписью «Участник». И тренируйте его. Тренируйте. На мужиков реально действуют эти речи между таймами. Тренеры дают их не просто так, это чтобы разодорить парней. Так что, дамы, если вы хотите отменного секса, скажите мужчине. Дорогой, мы сегодня трахнемся, но сперва собрание команды. Прямо сейчас. Подойди сюда, я тебе кое-что скажу, а ты это должен запомнить. Знай, вот это то, за что мы играем, понял? Это твоя киска, дорогой. Твоя киска. И она в твоем доме. Но пойми, просто потому что я говорю, что это твоя киска, не делает ее автоматически твоей в любой момент. Нет. Потому что в мире есть другие мужчины. Большие мужчины. Сильные, красивые. И они хотят отнять твою киску. Хотят отнять у тебя твою киску. И в этом моменте дамы начинаете ходить туда-сюда. Ты позволишь другому мужчине сделать это? Позволишь ли ты другому мужчине прийти в твой дом и отнять то, что принадлежит тебе? То, что ты заслужил? Нет. Ты этого не сделаешь. Ты мужчина, которого я знаю и люблю. И ты заступишься за эту киску. Ты будешь защищать эту киску. Потому что, когда ты в этом доме, ты должен защищать эту киску! Ребят, если мы это услышим, мы почувствуем себя игроками в раздевалке до игры. Это наше дело. Это наше дело. И мы нападём как никогда. И когда мы попадём куда надо... Вау! Стикер на голову. Всё, что нужно было делать. Дамы и господа, меня зовут Брэд Вильям. Спасибо, что пришли сегодня. Спасибо.